Здарова, народ! В общем, сегодня мы обсудим одну очень прекрасную вещь. Не знаю, почему прекрасную, но в общем, хочу сказать то, что похоже, что метро у нас пока что не закрывается, потому что изначально всё было написано прям очень-очень стрёмно и было немного непонятно. Сейчас вам это, кстати, и покажу. Изначально пост разработчиков выглядел вот так вот, то есть тут было написано то, что режим у нас закрывается именно в версии 1.4, чтобы в дальнейшем, конечно же, там всё переработать, разработать и улучшить его. Но, как вы понимаете, разработчики потом выложили, конечно же, свою официальную группу ВКонтакте, немножко другую версию этого текста. А именно, в ней написано... Тут написано, что этот режим закроется именно в версии 1.5. То есть этот режим будет включён на короткое время, поскольку мы решили временно удалить режим Метро Ураль в версии 1.5 для дальнейшей разработки и улучшений. Конечно, немножко непонятно всё, как обычно, немножко смутно, но всё же я думаю, что четвёртая глава у нас будет, потому что, ну, как говорится, все думали, что она будет, и, в принципе, я тоже думал, что она будет. Ну и, наверное, разработчики сами думали, что она тоже будет. Поэтому, скорее всего, будет и четвёртая глава. Но вот уже после четвёртой главы у нас Метро закроется. И закроется оно, конечно же, не на такой короткий период, который здесь они пишут. Ну, здесь они пишут то, что это просто короткий период, но мне кажется, что это будет довольно длительное время, потому что тут написано, что это всё будет, конечно же, только реализовано в конце этого года. Но, как вы знаете, конец года как бы ещё и не скоро, и год-то только вроде и начинается. Поэтому ждать придётся, наверное, где-то около полугода. Ну, это уже говорил, в принципе, это как бы понятно и логично. Да, будет тяжело, будем скучать, но всё это вернётся, надеюсь, в лучшем виде, без багов, с донатом, кстати, скорее всего. Возможно, конечно, доната не будет, но я сильно сомневаюсь. То есть, может быть, будет каких-то новых плюшек кучу, ну, а может быть, всё будет примерно старое, и просто что-то немножко переработают, и поставят какой-нибудь новый движок. Ну, и на этом всё. В общем, как-то вот так вот всё здесь сказано. В принципе, думаю, всё понятно. Также хочу немножко затронуть тему того, что всё-таки вот у нас те самые факты, то, что версия у нас обновляется именно вот таким вот образом. Была 0.19.0, потом единичка, 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0. То есть, сейчас у нас версия 1.3.0. И если считать так, то что следующее обновление будет именно 11 мая. И именно 11 мая у нас закрывается метро. Ну, и, конечно же, выходит там новый ивент на Эрангеле, там, на всяких этих картах с Годзиллой и Кинг-Конгом. Ну, да, это коллаборация, которую, в принципе, все так ждали, и, наверное, будет интересно, потому что там, ну, этих вот существ тупо завезут на карту, и она будет убивать людей. Это вообще только предел мечтаний. И, кстати, давным-давно я об этом и мечтал, чтобы было как-то вот так вот, и было прям очень-очень интересно. Ну, в общем, это все-таки заводит, и похоже, что будет реально круто. Конечно, я не могу на 100% сказать то, что это все так и будет, то есть, то, что у нас сейчас будет глава метро, потому что на бета-тесте почему-то ее вроде бы нету. Ну, и, конечно же, разработчики вот только вот это и написали, и получается то, что в следующей версии у нас будет 1.4. И, конечно же, в этой версии, по сути, сохраняется, то есть, метрошка, и уже в версии 1.5 она убирается. Конечно, не знаю, какой информации стоит верить, но мне кажется то, что группа ВКонтакте, наверное, не соврет. Потому что это как-никак официальная группа, хотя, в принципе, та информация тоже была официальной. Но цифры в ней были немножко другие. Не знаю, кто ошибается вообще, как это все работает. Ну, в общем, это то ли опечатка, то ли на самом деле разработчики сами запутались. В общем, кто их знает, и надеюсь, что все-таки четвертая глава у нас так и выйдет. Поиграем как бы еще. Правда, ничего новенького не будет, но надеюсь, хотя бы баги не пофиксят. Ну и, кстати, скорее всего, просто тупо многих забанят, потому что, ну, баговизеров стало много. Ну и, кстати, читеров тоже стало прям очень-очень много, поэтому баны будут взлетать и очень даже серьезно. Ну, а вы, кстати, пишите в комментариях все-таки, как вы думаете, будет ли четвертая глава сейчас, или будет она все-таки потом уже в метро 2.0. Потому что не знаю, как у нас все это будет работать, но метро 2.0 нам, конечно же, обещает в конце года. Возможно, выйдет вся версия игры 2.0, ну, а возможно, будет какая-то версия 1.7, 1.8, но как бы вот. И так, конечно, разработчики довольно сильно нас запутали, но давайте сходим просто один разочек с игронем, чтобы это видео не было прям очень коротким. Я сейчас просто зайду в соло, вот просто вот так вот по фасту, с одной аптечкой, с МКшкой, с одной обоймой, ну, как с одной обоймой, с одной сотней патрон, в соло, голый, и как бы постараюсь кого-нибудь убить. Погнали, попробуем! Знаете, меня обычно смущает только одно то, что вон там вот есть спавн, и вот этот спавн, он прям очень-очень тупой, и поэтому некоторые спавны тупо нужно багать. То есть, если вы не забагаете спавн, то вы можете появиться вот в таком месте, а это место, как вы понимаете, прям крайне опасное, и умереть здесь у вас просто есть все шансы. Ну и, в принципе, все спавны, которые у нас дефолтные, то есть те, которые есть в кладах, они все какие-то очень тупые, ну и как бы о них все знают, как минимум, и вообще они какие-то кривые по отношению к тем, которые спавнятся вот здесь вот, вокруг нас, в принципе. Так, сэвим патроны, потому что у меня их не так уж и много. Смотрите, бежит. Ха, и все? И как бы, и что? Да. Вот так вот бывает, конечно, геройствовал, геройствовал, и в итоге помер. Ну, зато ему еще повезло, то, что с него ничего не упало. Так, ой-ой-ой, потише, потише, братик. Гранат, его набирал. Нифига себе, что могу. Такс. Не понял, а что так страшно было? Какой он быстрый, капец, просто. Не, ну и люди развелись, конечно. Они играют с багом в соло, и я, конечно, все понимаю, но... В соло это плохо. Потому что в соло не было бага-юзеров, а теперь они есть. В общем, плохие люди здесь играют, похоже, что... Конец сезона, все решили стать плохишами. Да, уж это был другой. И тоже со скоростью, кстати. Смотрите, куда сиганул. Так, что тут интересно? Да, чувак просто тупо лутал карту и в итоге нарвался на меня. Ну, а та шестерка у нас, похоже, что просто испугалась, что ли? И все, типа... Да, вот и игроки. Вот такие вот у нас пошли. Играют под багом и еще и... Убегают от головы чувака. Вот так вот. Такого я, кстати, еще не встречал. Да, такого еще не было. Убегают от головы. нафиге чего чего как он слился я не понимаю ребят я не знаю как если почему он выгружусь по стволкой зачем капец просто это жесть ребят это такой косяк наверное сейчас там в лобе сидит и думает что натворил но кому он его убил чувак без брони с одной не с одной хпшкой но по крайней мере у него хпшек было явно намного больше это просто жесть я не знаю как это комментировать это это ужас какой-то похоже что не зря тот игрок убежал потому что возможно это бы случилось именно с ним ну в общем как то вот так вот идем на выход и в принципе мы уже богаты как бы вот так вот все очень очень просто так и не понял что у него было но похоже что тупо с босса выпал третий шлем ну или игрока он убил в общем как то вот так вот но с вас конечно же лайк подписка комментарий не забывайте то что мой брат тоже снимает youtube видоса у него выходит каждый день ссылка на его канал конечно будет в описании ну на его видео сможете сразу в принципе посмотреть и также мне свои телеги по продаже вещей метро royal ссылка тоже будет в описании в общем залетайте но если будет еще один сезон 4 прям очень-очень скоро после 11 мая будет прям очень очень круто но я очень то рассчитываю потому что разработчики в принципе написали что уберут именно в обновлении 1.5 но у нас будет скорее все обновление 1.4 в принципе это была бы даже очень логично. Ну, в общем, как-то вот так вот. Возможно, конечно, они тоже ошиблись и написали там неверно. Но очень рассчитываю на то, что метро все-таки у нас будет. В общем, на этом все. Не боляйте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»